Какие твои впечатления и как возникло предложение? Всем привет! Денис Садовский. Да, у тебя хорошая новость, приятная новость поступила. Предложение от футбольного клуба «Гомель». Я долго не думая согласился на это предложение, поэтому готов помогать клубу и радовать болельщиков в достижении поставленных задач и целей. Ты последний сезон провел в Томе. Скажи, чем запомнился тебе этот этап твоей карьеры? Да, последние полгода я выступал за рубежом, если можно так сказать, за границей в России. Наверное, самые яркие моменты – это победа, естественно, команды, три очка. Но отметил бы, наверное, свой дебют в этой команде. Он случился, знаете, так неожиданно, что я вышел на игру с замены. Это первый опыт в моей карьере, что на 25-й минуте голкипер получил травму и пришлось его менять уже в первом тайме, поэтому, наверное, больше всех запомнился этот моментик. Волнение присутствует? Ну, не то, что присутствовало, наверное, для меня легче, знаете, когда все неожиданно случилось, как такая терапия, укольчик некий, знаете, чем ты, например, ждешь неделю, когда тебе тренер заранее говорит, будешь ты играть, например. То есть для меня это полегче перенеслось, поэтому, наверное, не сильно волновался. До первого касания мяча, знаете, как говорят. Как обычно настаиваешься на матче? Есть, может, какие-то примеры у тебя? Да не сказать просто, какая-нибудь любимая музыка, знаете, пару хороших треков для себя я выбрал там в плейлисте в своем, поэтому ничего особенного. Можно сравнить ФНЛ с чемпионом Беларуси? Разница в уровне? Да, у меня уже спрашивали в России, тоже давал интервью, то есть, ну, мне кажется, не обижая наш белорусский футбол, там уровень немножко повыше, есть команды и посильнее, и послабее, но наша, например, пятерка белорусская, там фавориты, Шахтер, Батте, Динамо, я думаю, могли бы тоже посражаться там за призовую тройку и так далее, поэтому... А не было желания продолжить карьеру тоже в России? Ну, варианты были, предложения, но вот с агентом мы пришли к такому мнению, что вернуться в Беларусь на годик-два, поиграть, опыта немножко тоже набраться, и... а дальше посмотрим, как будет. Дай бог, конечно, стремиться нужно туда, повыше, дай бог, в Европу еще, но все впереди, поэтому посмотрим. Расскажи, а как начал заниматься футболом, и почему выбрал такой ампулла вратарь? Честно, вот часто спрашивают, почему вратарь, но это было давно, 2007 год, наверное, 2008, и, наверное, как всегда бывает, знаете, приходит парень маленький, новенький, сразу ставит ворота, ну, вот так же меня в очередной раз поставили, я не сопротивлялся, наверное, ну, пошло-поехало. А футбол отец привел, то есть... Хотя он мне не играл в футбол, наверное, просто так вот решил, чтобы я был активен, очень много энергии было куда-то отдать родителям, не справлялись, наверное, со мной, поэтому завезли на футбол, вот так и получилось в Витебске. А можешь вспомнить, назвать свой самый важный матч в Корею? Ну, наверное, сразу вот на ум приходит матч с Батте, то есть я играл тогда в энергетике у Юрьевича Анатолия Ивановича, тогда приехали в Борисов, на Борисов арену, так неудачно попало, что на 25-й минуте у нас было удаление, и сразу поставили пенальти, и вот Драгун неудачно его исполнил, ну, и так, получается, сразу забили, Шок Басумаров такой у нас узбекский парень играл, сразу в следующей атаке мы забили гол, и вот всю игру мы оборонялись, и сумели выстоять, наверное, один из ярких матчей, я так и запомнил, это был матч с Батте, вот тогда мы 1-0 выиграли. И какие, может быть, ожидания от этого сезона, какие, может, цели ты с собой ставишь? Ну, в первую очередь, это командные цели, то есть тренерский состав, руководство обозначили задачи, поэтому мы будем стремиться всем коллективам, болельщики будут подбадривать нас, мы хотим их радовать, конечно, хорошей игрой, победами, поэтому только вперед, и призовые места будем бороться, все будет хорошо.